здравствуйте друзья 2 января 17 года мы думаем что нас ждет в новом году правда и мы знаем что время сейчас такое непредсказуемых вещей которые вот как бы еще какое-то время назад никто бы не подумал что такое может быть и в связи с этим я хотел одну тему затронуть мы знаем что у нас избранный еще не заступивший на должность но избранный новый президент соединенных штатов господин трамп он как бы во многих отношениях человек необычный то есть ведет себя необычно и не как вот другие к президенты никак политические профессиональные деятели в частности вот он пользуется средствами массовой информации социальными сетями точнее мы скажем социальными сетями как новым видом средств массовой информации не так как пользовались когда-то другие люди мне это напоминает по аналогии например как обама восемь лет назад избирался президентом и он собрал намного больше денег там чем все его конкуренты на интернете то есть он свой это был первый человек который с интернета собрал кучу денег и там по чуть-чуть вроде но каждый давал там а в итоге получилось что сумма очень большая так и это важно для того чтобы побеждать на выборах денежки нужны так вот трамп в этом смысле пошел дальше то есть он пользуется твиттером не только твиттером на сегодня у него в твиттере 18 по моему 18 и 2 18 и 3 миллиона человек в его твиттере еще 16 и 2 у него 16 2 миллиона 5 это 18 миллионов с гаком и 16 миллионов с гаком у него в фейсбуке и по моему четыре с лишним миллиона у него в инстаграме то есть если мы вместе сложим то получится какое-то колоссальное количество но я думаю что есть там существенный перехлест поэтому оценить как-то более-менее научно сколько же там всего народу у него находится в цепочке мы не знаем ну ну пусть будет там не знаю 25-30 миллионов человек то есть понятно что какой-то перехлест есть и просто если их сложить это будет не совсем точно это будет перебор ну неважно существенно то что растет количество я хочу сказать что вот еще месяц назад там было может быть 14 миллионов у него в этом 15 в твиттере а сейчас уже 18 то есть продолжает расти неделю назад было на полмиллиона меньше и поначалу там ему говорили ну ты же уже вот избрался там да и уже хватит что тебе там ты же не не ведет больше избирательную кампанию и он как бы даже говорил ну да вот конечно вы там но но он не может этого бросить понимаете я смотрю на то какую роль стал выполнять twitter ну да в случае фейсбук как бы вместе вот это вот этот канал и мне это напоминает немножко ну так отдаленно я не без мании величия вот то что у меня теперь есть возможность общаться с вами на ютубе потому что мне сегодня не нужно идти в газету чтобы обо мне что-то написали и ему не нужно вот есть вашингтон пост да а ему пофигу вот есть new york times а ему пофигу а вот есть там скажем либеральная пресса а ему пофигу есть консервативная пресса которая за что-то его осуждает а ему пофигу давайте у него есть 30 миллионов человек представьте себе что в выборах участвовало 120 миллионов человек имеется ввиду участников значит было 120 миллионов человек а 30 у него на прямой линии и им не нужно узнавать о трампе из new york times вашингтон пост и даже fox news который может его там за что-то критиковать например вот сейчас fox news пишет что многие сенаторы республиканцы говорят что те меры которые санкции которые обама значит там на российскую федерацию наложил связи с последними событиями то ведь не только на самом деле претензии по взлому значит там серверов и так далее там еще претензии по серьезному харассменту дипломатических работников американских в москве это давно давно тоже такая история их там терроризируют реально и как-то не удавалось им все это решить через обычные какие-то средства которые пользуются дипломаты там политики вот они это там вынесли и так далее они говорят недостаточно санкций и сейчас написал в твиттере что у меня есть информация от инсайдеров он не публикует естественно какая но от него никто не требует у меня есть информация от инсайдеров который говорит что в общем россии никакого отношения к взломам не имеет вот у него есть информация и на этом все закончилось люди ему верят вот да значит набирается какое-то количество какая-то толпа мы не обсуждаем качество толпы и ее свойства так сказать всевозможные но вот есть довольно много народу которые говорят ну там же сказал что у него есть информация никто ему не скажет а ты ее опубликуй а как же опубликовать там же инсайдеры вот про служку спецслужбы все говорят а ты опубликуй вот пусть нам спецслужбы всю свою прослушку выложу 5 с них требует а там почему то сказал и все и как бы он он реально не может вот я думаю он реально не может от этого отказаться потому что он сам себе создал средства массовой информации которая по совокупности так сказать по мощности своей но если гипп не превосходит совокупно всех остальных то во всяком случае превосходит на голову любое самое крупное из других средств массовой информации которые неважно консервативная или либеральная неважно потому что его и консервативные критикуют вот сегодня его консервативные критикуют что сказать не выполняет свои обязанности по сдерживанию там российской федерации например ему пофиг он сам себе средства массовой информации вот у него есть twitter денег не стоит вот господин безос создатель амазона купил себе газету вашингтон пост вот ту самую которая опубликовала видео где трамп значит рассказывал как он там женщин хватает за гениталии вот значит там было опубликовано и психики сколько денег стоит господину безосу там иметь так такие ну такое средство массовой информации у себя в кармане конечно он во много-много-много раз богаче чем мир там трамп да ты их по богатству сравнить нельзя но этому то вообще бесплатным сайте он за бесплатно создал себе такое средство массовой информации о котором безос мечтать не может ну конечно это шоумен там наверно нет я думаю что есть люди у которых больше последователей в твиттере но только это не политики это могут быть артисты например да то есть я никогда сильно не не интересовался кто там номер один но мы знаем на ю тубе например есть люди у которых там 40 50 миллионов подписчиков и они смотрят очень здорово там только видео вышло два часа прошло там же 3 миллиона посмотрел то есть оценивали потому что политики никогда не работали напрямую со своей аудитории избирательской аудитории политики встречаются с активными избирателями они там где-то там пить митинги устраивает там еще что то есть способы которым политики общаются но понимаешь политики не обсуждают со своей аудиторией вопросы например международных отношений еще до того как эти вопросы еще так он в должность вступил и до того как он эти вопросы попытался или не попытался обсудить политическими там, или там дипломатическими средствами, и поскольку ни одно правительство мира так не оперирует, понимаешь, и ни один президент, и ни один премьер-министр, и так далее, то есть он их ставит в очень странное положение. Но ему чихать на них, ему существенно, вот, ну, да, мы понимаем, что нарциссизм там очень сильный присутствует, дай бог, что он получше стал со временем, но, тем не менее, мы в интересном мире живем. Я вот думаю, например, допустим, какой-нибудь сенатор, я не знаю, Маккейн, говорит, а мне не нравится Трамп, я вот против этого, этого, этого. Он, кстати, это и говорил. И когда Маккейн, вот я сейчас переизбирался недавно, так вот Трамп там как-то вот, значит, попытался повлиять на это, но у него не было таких возможностей, то есть он попытался, но Маккейн все равно уверенно победил. Он не только, не только его, он там еще кое-кого пытался, но дело в том, что он как бы не безумно популярен-то и в собственной там среди республиканцев тоже. Это как бы у него специфическая популярность, но дальше, в общем, растет, 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 растет количество людей в Твиттере, там, Фейсбуке и так далее. И он может там, завтра он может сказать, вот тут избирается сенатор там, Иванов, это не наш выбор. Вот наш выбор, это сенатор там, Джефферсон, да, который, значит, обещался нас поддерживать, и вообще мы считаем, что это наш, это правильный человек. То есть он может каким-то образом влиять. И у него появляется мощный инструмент влияния, такого тотального, минуя, минуя всех. Вот. И я против того, чтобы это как бы преувеличивать, как бы, возможности, которые это дает, но недооценивать тоже неправильно, да? Вот. И нам еще предстоит, нам с вами всеми предстоит научиться, ну, или так, привыкнуть, жить в таком обществе, где вот так вопросы решаются. Мы уже, значит, знаем, что есть целая индустрия создания, там, то, что называется, фейк-ньюс. То есть сочиняют небылицы. И дальше, значит, их распространяют. Например, недавно был опрос, где выяснилось, что свыше половины или около половины людей, голосующих там за республиканскую партию, верят в то, что Клинтон, значит, была среди там инвесторов или там людей, стоящих за сетью публичных домов или что там у них было. Вот. Ей там приписали это дело, оно ходило по всем консервативным там веб-сайтам, сюда писали, писали, писали. И вот мужик приходил там в какой-то ресторан, где якобы там, значит, вот это все происходило. И там даже выстрелил, никого не ранил, но вот как бы это приобрело некоторое такое... Знаете, когда виртуальные новости превращаются в выстрел в ресторане. И вот эти вот фейк-ньюс, знаете, вот мы, оказывается, теперь с этим живем. Тоже интересно. То есть очень-очень много вещей произошли в шестнадцатом году, которые... с которыми мы должны научиться жить как-то дальше и разбираться. Такая вот, идейка, Света, добавить что-то хочешь? Нет, я с политикой ничего не могу. Мы на самом деле не столько с политикой, сколько вот как бы средствами влияния, понимаешь, как вот социальные сети, как революционный инструмент в том, как решаются вопросы. ну, да, вот некоторые усилия нужно потратить на то, чтобы создать эту аудиторию. А дальше, когда у тебя есть аудитория, то ты можешь ее манипулировать в любом виде, конечно. Да, то есть фактически это инструмент манипуляции, он не может от него отказаться. Конечно. это инструмент давления на других людей. Ну, конечно, конечно. Нет, это манипуляция, это манипуляция, и с помощью этой манипуляции ты можешь оказывать давление в той или иной стаже на других людей. Это на самом деле еще, конечно, очень мощный коммерческий инструмент, но в данном случае я думаю, что его интересует некоммерческая составляющая, а все остальное. То есть, а когда-нибудь со временем, может быть, он оберится и в коммерческую... Ну, когда им уже не нужно будет вот так, да. Да, в общем, такая вот интересная история. Друзья, значит, мой вам совет, сделайте такой Twitter-эккаунт, чтобы к вам туда миллионы, миллионы подписывались, и вы сможете реально участвовать в изменении мира к лучшему, или хотя бы к тому, чтобы срубить на этом какое-то бабло. Счастливо! Лучше! Меняйте мир к лучшему!